Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 которые относятся к этому процессу, можно обратиться в службы субсидирования. На протягу кастричника они начнут работать во всех жильево-коммунальных господарках. Марина Северьянова, Валерия Панько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня представители Гомельской и Витебской областей измагались за право носить черный берет супрацовников от Рады милиции специального призначения. Кандидаты должны были действовать марш-дог по пересеченной мясовости на 7 километров, передолить шерох пирожкот, сиротяких паст, капот, болото и буралом. Продемонстровать навыки докладной строльбы и взять уделу спаррингу. Як показывая практика, с комплексом выпробования усправляются не все удельники с поборницей. В основе за 11 претендентов право носить черный берет отримали только пятера. Однако темка, что у нее из нагорода. На этой сдаче у нас 9 прецедентов на черный берет. Из них два сотрудника, которые квалификационные испытания в мае месяце прошли неудачно. И вот они сейчас свои силы повторяют. Но по положению о черном берете в Гомельском ОМОН никто не сдает квалификационные испытания дважды. С подразделения самостоятельно уходят в другие службы. Мазыргаз промал гостей из всей краины. Тут проходил у республиканский агляд конкурс на звание лепшей аварийной бригады вытворчего обеднания «Белпалевагаз». Подробязности у сюжете телеканала Мазыр. Самые профессийно подкованные газовщики краины собрались на базе Мазыргаза, как вызначить лепших злепших. У республиканским аглядзе конкурсе приняли удел 7 команд. У каждой по 3 человеки. Оценку журы давала комплексную. От теории до практики. В рамках конкурса проходит проверка теоретических и практических навыков работы специализированных подразделений, аварийных служб, заснабжающих организаций. А также комплектация специализированных автомобилей, материалами, оборудованием, приспособлениями для локализации и ликвидации аварий на объектах газораспределительной системы. Важность постоянной боеготовности аварийных службов – питание далека не опошнее. Бо минавитат гэтых людей у экстренных ситуациях частяком залежит человечея житем. Масштабный агляд конкурс – гэта своего рода профессийный экзамен для кожного филиала «Бел-Палева-Газа». Получаю такую технические навыки и учебу, которая применима на практике, и они уже в последующем готовы к любым задачам для локализации и ликвидации аварий. Плюс происходит общение между собой, обмениваются опытом, показывают знания. У 2017-м профессийные споборництвы будут проводиться у Витебской области. Представники гэтых регионов оказались на первом месте. Добрые показчики по выниках конкурса и у Мазыран. Они заняли другое место. Тройку лидеров замкнули супрацовники Могилёв Абулгаза. Катярина Юрченко, Светлана Грудькович, Слав Прописнов, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Зараз на Гомельшині проходить областная профилактичная акция «Нехай завсюды будзи мама», промеркованная до республіканского дня маті, який что год означается 14-го кастрышника. Сегодня в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья отбылся круглый стол по питаниях материнства. На им обмярковывались такие важные аспекты, як захование семейных каштовностей и повышение репродуктивного здоровья женщины, а так само попередняя психологичная и физичная подрихтовка будущих батьков до планования детяти. Так, подчас круглого стола прохудшала, датья жарностей лепше рахтоваться загадя. По-перше, обо двум батькам треба отмовиться от шкодных звычек. По-друге, прикладно за три месяцы до планования детяти необходно звернуться до урача, який призначит обследование. Варто означать, да гэта бадай самый важный у житти кожного человека подеи, на роджение немовля, добро подрихтовать себе яше и морально, коли необходно звернуться за допомогой психологов. У целом, подчас проведения областной профилактичной акции «Няхай завсюды будзе мама», якая протягнется на Гомельщине до 14-го Кастричника Уклюшна, у регионе запланованы целый комплекс мероприемствов, накерованных на умоцывание семьи. Доведаться про их больше подробязна можно у друкованных сродках массовой информации и на сайте Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Это будут и консультации специалистов, это будут и прямые телефонные линии, на которые будут работать и онкомомологи, и акушерогинекологи, и врачеволеологи, и психологи, и педиатры. То есть это обширный, можно сказать, спектр мероприятий, которые ожидаются при проведении данной акции. Это и проведение групповых занятий, это проведение занятий в школах здоровья и ряд других мероприятий. В библиотеке «Мя Герцена» отбылось открытие выставы митрополита Антоний Сурожский «Житье для меня – Христос». Ее презентация у Гомеля стала макшимой дякуджей инициативе Свято-Никольского Мушинского монастыра. Человека, якому присвешена экспозиция, называли «Голосом православия 20-го года». И он народился в 1914-м, пережил тяжкое эмигрантское дятинство. Был французским фронтовым урачом, наставником, монахом, святаром у Англии. В 1961-м смог вернуться у СССР у якости епископа. Став вядомый во всем свете, як выдатный пастыр-проповедник. Над гэтым биографичным проектом працавали богословы, кисторики и студенты из России, Беларуси, Украины и Италии. Упершеннюю выставу працавили на одном з найбуйнейших европейских фестивалях у итальянском городе Римени. Были созданы группы в Москве, в Минске, в Киеве, в Харькове, в Милане. Студенческие группы, которые работали над этой выставкой. Работа длилась год, был отдельный семинар в Италии. Действительно работали самые лучшие дизайнеры. И, может быть, эта выставка как раз интересна не только содержанием, но и тем, как она родилась. Потому что, может быть, для выставки очень необычно то, что сейчас предложена такая карта путешествий. Своё подорожье по Беларуси выстава начала из Минска, затем была доставлена у Гродно. Зараз находится у Гомеля и тут прабудет два тыдни. Далее отправится у Грузию. Такой ж подорожье чекает проект во Украине, Сибире и Казахстане. У планах так само представить агу у Франции и Англии. 13-го кастрышника на телеканале ТРО «Союз» у рамках специального проекта «Дни регионов» пройдет День Гомельской области. У эфиры можно будет увидеть информационные, аналитичные, забавляльные, познавальные и мастацкие программы, вытворчасти ТРК Гомель. ТРО «Союз» сегодня ожидаюляет что-то дневое вяшание. Его потенциальными глядачами заявляются больше за 60 миллионов жахаров России, Беларуси и инших краин СНД. На первые дни проведения Дня Гомельской области на телеканале корреспонденты у Минска и Москве подчекали, что ведут столичные жахары про наш областный центр. Я сам родом из Гомельской области, Житковичевского района, на берегу озера Чареонова живу. Раньше это озеро во время войны было как аэродром для людей. И там была посадка самолетов, людей во время голода. Озеро спасало, давало еду. Поскольку в Беларуси только проездом, пожалуй, нет. Пожалуй, ничего не вспомню. Чистота на обочинах дорог, чистота в городе, да. И очень хорошие, вежливые, но непреклонные милиционеры. Да, это всегда хорошо. Значит, город Гомель – это второй город по численности населения Беларуси. На гербе города Гомеля изображена арест красивый, но есть знаменитые конфеты фирмы «Спартак». Гомель – это очень красивый город. Мы были в прошлом году в нем. Исторически мне понравилась река, которая в нем очень классная. И теплее, чем в Минске. Ну, в Гомеле единственное, что я знаю – большой парковый ансамбль румянцевых и паскевичей. И на проконце выпуска про надворье. На этом тыдне на территории области шагаются невеликие заморозки. Сегодня у ночи температура поветра будет около 5 градусов выше за нуль. Завтра ранится, и днем слупок термометра узнимется до 8 градусов. В первой половине дня на большей часы территории области прогнозуется невеликий дождь. В четверг днем температура застанется практически неизменной, а вось ночью махшимы заморозки. В пятницу до плюс четырех, и опадки у выгляде мокрого снегу. На выходных крыхов потеплее, однако в ночь на понеделах температура чекается знову за знакой минус. На этом выпуске завершено. У студии працювал Евген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин